Вы знаете, постоянно выступая в аудиториях, приходится затрагивать проблемы русского народа. Не потому, что я сам русский, не потому, что я родился на исконно русской земле, а потому, что всегда исторически Россия держалась на дружбе народов, течением которых был русский народ. И всегда спотыкали все завоеватели, русский народ, и мы спасали не только себя, мы спасали весь мир. А сегодня, если проедешь хотя бы под Москвой по исконно русским землям, в ту сторону АУ никого нет, в эту сторону АУ никого нет, ни производства, как после бомбежки разваленные все дома, фермы, мастерские и так далее. Приходится эту тему поднимать и как бы вот еще раз людей мобилизовать, что надо не только просить, надо самозащищаться. И всегда под аплодисменты. И вот я в параде институтов, молодежь, когда говоришь о разночении русского вопроса, под аплодисменты. То есть в душе у всех эта тема есть. И наша коммунистическая партия постоянно не только говорит об этом, но и вырабатывает предложения, а для этого нужно проводить конференции, круглые столы и так далее. Мы проводили в свое время несколько лет назад в Рязани, впервые в стране, вот такую конференцию «Россия и русские». После этого прошла всероссийская конференция под эгидой нашей партии. Вот недавно 2 сентября мы провели такую же конференцию в Рязани опять первой «Россия и русские отзовитесь». Специально здесь были не только КПРФ, это российские ученые с российской ориентацией были, женские организации, военные, многие другие были такие организации, которые вроде не русские, но у них у нас общая родина. И мы конкретно, как бы была мозговая атака, а вот как сейчас спасти Россию? Спасти Россию надо спасти народа, а среди народов на первом месте русский народ. И вот в докладе на первом месте у нас как раз стоит задача власти, вот раздел называется, их задача поссорить русских с другими народами. Вот когда происходят какие-то столкновения, я смотрю, с нашей стороны русские молодые, и с той стороны русские молодые, а такое столкновение часто как бы провоцируется большими деньгами. Капиталисты все в стороне, но все говорят о национальном и забывают самое главное, что бедные дерутся, а богатые набивают себе карманы. То есть здесь не национальный вопрос, а выходит классовый вопрос. И мы отработали цели от интересных предложений, которые вынесли в виде, как депутаты Государственной Думы, мы порекомендовали нашим депутатам Рязанской областной Думы внести вот это предложение, законы по укреплению русского народа и жизни на русских землях Рязанской области. Тоже дамы депутатов муниципальных образований. Очень сложный момент, который вот в этом докладе дался, вот сегодня мы готовим очередную конференцию, это роль интеллигенции русской элиты. Она как-то все время обходит со стороной. Мы во главе народа, как во главе армии, все это командиры. И, наверное, на русскую интеллигенцию сегодня ложится особая задача, особая ответственность. И она должна ее выполнить. Народ ее вырастет, воспитал, лапучил бесплатно, долг надо отдавать. Мы приняли обращение, здесь у меня есть, большим тиражом, 40 тысяч русские, отзовитесь. И подписали не только компартию РУСО, а все наши патриотические организации Рязанской области. И сегодня вот красная нить в этом обращении, это объединиться в рамках вот народного ополчения. Но потом мы разберемся, кто больше, кто меньше заслужит, надо землю спасти. В настоящее время по решению президиума такие конференции планируется провести во всех областях. Потому что вот это одна особенность, Жириновский пытается ее в Единой России. Как выборы, так они за русских, за бедных. Как выборы прошли, они только за себя. У нас эта тема постоянно звучит, в программе Компартии звучит. Мы проводили конференцию по русскому вопросу, говорили о русском лесе. У нас много выступлений у Зюганова, у Кашина, у Новикова. У меня вот такие были, где же вы русские, честью мне быть русским. То есть это система, не связанная с выборами. И вот сейчас, 3 октября, мы планируем провести тоже с многими нашими дружескими, левопатриотическими силами и организациями. Ну, прежде всего, конечно, Руссо, русский лад. Научно-практическую конференцию о судьбе русского народа в России, вот здесь, в рамках нашей Государственной Думы. Только что прошло большое совещание, очень интересный вопрос. Но главное, кому нужно, кто выигрывает от разрушения России, и первую очередь русского вопроса. Ибо с основной удар разрушения России наносится по русскому народу. А в нем и по духовности, и внутреннему миру. Потому что я заметил, и вот время говорю, что постоянная бедность и унижение воспитывают иное сознание, иное мироощущение. Верно, человек по-другому смотрит на мир, на свою роль, и часто сдает то, что никогда русские не сдавали. Поэтому я надеюсь, что 3 числа мы проведем большую эту конференцию. Это будет хорошая пища для умов тех, у кого еще болит душа за страну, за русских, за другие народы. А главное, не только пища для размышлений, а главное, для совместных действий. Это самая главная наша задача. Продолжение следует...